Казанский федеральный университет посетил профессор Института фармакологии Бернского университета Симон Ханс Убе. Я уже долгое время сотрудничаю с различными группами в России. Стал профессором иммунологии в Первом медицинском университете имени Сечина в Москве. В Казанском университете состоялось заседание по карбоновому полигону. Какие работы ведутся и что за проекты необходимо реализовать? На сегодня уже создана рабочая группа по постановлению правительства республики. И уже некоторые из этих компаний вовлечены в работу по созданию карбоновых ферн. Музыканты возмущены ограничением свободы творчества. Какие правила мэрия установила для уличных артистов? Есть сферы в общественной жизни, которые, на мой взгляд, трогаются не просто неэтично, не культурно. Я считаю, что это табу. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие во Всероссийском онлайн-конференции Общероссийского народного фронта «Перспективы развития российского образования, науки и спорта» с участием сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой. Казанский федеральный университет посетил профессор Института фармакологии Бернского университета и руководитель гранта правительства Российской Федерации Симон Ханс Уве. Симон Ханс Уве – один из ведущих мировых исследователей в области молекулярных механизмов воспаления, клеточной гибели и канцерогенеза. В этом году ученый стал руководителем лаборатории молекулярной иммунологии научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета. Она займется поиском новых мишеней в лечении рака. В исследовании участвует порядка десяти специалистов. Я уже долгое время сотрудничаю с различными группами в России. Стал профессором иммунологии в Первом медицинском университете имени Сечина в Москве. Знаком с Николаем Барлевым, ведущим ученым из Санкт-Петербурга. Я спросил его, не знаешь кого-нибудь в России, кто хочет заниматься исследованиями в области молекулярной иммунологии? И Николай предложил мне обратиться в Казанский федеральный университет. Так же, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я сдвину землю, так и современная фармакология, медицина говорит, дайте мне молекулярную мишень, то есть причину заболевания, и я найду лекарственный препарат и вылечу это заболевание. Так же и здесь. Проект направлен на то, чтобы выяснить молекулярные причины возникновения онкологических заболеваний. А если более конкретно, как нарушение работы митохондрии, это наши батарейки в клетках, связано с процессами воспаления и с процессами канцерогенеза, то есть развития онкологических заболеваний. Если мы поймем эти механизмы, то мы сможем подобрать ключики, то есть лекарства, которые будут на эти механизмы точно воздействовать, и это, возможно, приведет к возникновению нового класса лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Визит ученого завершился встречей с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым и директором Института фундаментальной медицины и биологии КАФУ Андреем Киясовым. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете произошли кадровые изменения. Так, в структуре управления университета появится новое направление по нефтегазовым технологиям, природопользованию и наукам о земле. Проректором по данному направлению ректор Ильшат Гафуров назначил Даниса Нургалеева. Проректором по научной деятельности стал Дмитрий Таюрский. А проректором по образовательной деятельности назначен Тимирхан Алишев. Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов России по успешности трудоустройства выпускников и занял восьмое место. На заседании проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалеев доложил о проделанной работе по карбоновому полигону ректору Ильшату Гафурову и членам экспертного совета. На заседании Данис Нургалеев предоставил отчеты о создании и функционировании карбонового полигона на территории Республики Татарстан и Поволжья. Напомним, что впервые решение о создании полигона было принято в начале марта. В качестве бизнес-партнера в республике был выбран Татнефтехим Инвест Холдинг. На сегодня уже создана рабочая группа по постановлению правительства республики. И уже некоторые из этих компаний вовлечены в работу по созданию карбоновых ферм. Например, Татнефть сегодня уже создает на юго-востоке республики карбоновую ферму. Дело в том, что все инициативы этих компаний, они в будущем будут концентрироваться под зонтиком карбонового полигона и под руководством при научном сопровождении Казанского федерального университета. На данный момент идет отбор площадей, в рамках которых будут проводиться исследования. В качестве основной территории выбран участок обсерватории имени Энгельгарда Казанского университета. Кадровый состав проекта уже определен и составляет более 30 человек. В ближайшее время планируется наблюдение в тестовом режиме, запуск полноценных наблюдений полигона, проведение международного семинара с привлечением партнеров из-за рубежа. Денис Ургалиев рассказал о нестандартных проектах, которые будут реализованы в рамках карбонового полигона, а также об образовательной программе. Проректор подчеркнул, что углеродные исследования – это не только вызов для нашей страны, но и огромные возможности. Казанского университета Выпускникам юридического факультета Казанского федерального университета вручили дипломы. Бывших студентов приветствовала декан Юрфака КФУ Лилия Бакулина. Она поздравила вчерашних студентов со значенным событием в их жизни – очередной перевернутой страницей. Музеи истории Казанского университета прошли съемки онлайн-экскурсии в рамках грантового проекта «Росмолодежи. Казань в гостях у вас». Часть проекта посвящена освещению студенческой жизни КФУ. Режиссер фильма рассказала, какие достопримечательности войдут в программу. Это кампус в центре города, то есть это главное здание, наши высотки, химический институт, уникс. Также съемки запланированы в Ботаническом саду университета, в обсерватории имени Ангельгарта и на территории деревни Универсиады. С 1 августа уличным артистам Казани придется за неделю согласовывать с мэрией место и время концерта, а на выступление будет даваться всего два часа, к чему привела попытка установить московский порядок. Сегодня в здании Управления культуры Казани проходит очередная встреча с музыкантами. Они надеются, что администрация пересмотрит документ о порядке уличных выступлений. Если 1 августа правило вступит в силу, некоторые музыканты грозятся уйти в подполье. Артисты считают, что их свобода самовыражения пытается превратить бизнес. Новые правила будут распространяться не только на музыкантов. Аниматорам, художникам и другим артистам необходимо регистрироваться через специальное приложение. Оно предложит бесплатно забронировать одну из 36 площадок для выступления на два часа. Константин Игнатов играет на улице Баумана уже 7 лет. Музыкант убежден, отведенного времени едва хватит, чтобы разыграться и собрать публику. В своих соцсетях он решил привлечь внимание к конфликту и тут же получил отклик пользователей. Я очень благодарен людям, которые помогают в информационном посвящении этой проблеме. И я вижу, что общественность на нашей стороне и люди готовы помогать всеми силами. И очень многие против этого регламента. Просто обычные люди, ради которых я, собственно, и играю. Это не попытка строить баррикады какие-то, это просто попытка достучаться через СМИ. Она пока дает некие плоды. Выступающие также обеспокоены повторением московского опыта. После внедрения брони предприимчивые граждане, пользуясь несовершенством системы, начали спекулировать местами на Арбате. Ну, сначала мы зарабатывали на парковках, теперь давайте мы будем зарабатывать на уличных музыкантов. А послезавтра на чем мы будем еще зарабатывать? На уличных фонтанчиках, чтобы в них монетку бросить? Или на достопримечательностях, к которым нельзя будет подойти? Я, конечно, утрирую, я, конечно, так скажем, преувеличиваю размеры, но выглядит это с точки зрения самих уличных музыкантов именно так. То есть есть сферы в общественной жизни, которые, на мой взгляд, трогать не просто неэтично, некультурно. Я считаю, что это табу. С недовольством гостей мэрия Казани столкнулась во время чемпионата мира по футболу, когда полиция на месяц вытеснила выступающих. Поэтому им все же позволит выступать, пусть и с сильными ограничениями. Выходом для артистов может стать выступление на уличных верандах. Однако многие предпочитают комфорту честный фильтр публики. Люди останавливаются и слушают исполнителя, если им действительно нравится его музыка. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!